Всем привет, я Майкл Найки и уже три недели продолжается эта война. У этой войны много участников и людей за нее ответственных. Один виновный Владимир Путин, но много людей, благодаря которым эта война может существовать. Много людей, которые готовы быть солдатами, которые отпускают своих детей быть солдатами. Много людей, которые сквозь пальцы все эти годы смотрели на политику Владимира Путина. Много людей вне политики. При этом в этой войне российская власть наткнулась на то, на что не натыкалась раньше. На героическое сопротивление людей, защищающих свое Отечество и Родину. На сопротивление людей, которые считают, что против них, и справедливо считают, против них ведется настоящая агрессивная война. Эти люди готовы записываться добровольцами в территориальную оборону, готовы помогать своей армии, готовы воевать за каждый клочок их родной земли. Я поговорил с девушкой Юлией, она сейчас находится в Киеве. Киев ожидает осады или штурма. Она записалась в территориальную оборону и, собственно, она рассказывает, что там происходило все эти дни, готовы ли обычные граждане встречать все, что происходит, и что будет происходить в дальнейшем. Вот наш разговор с Юлией, и мы подробно обсудили самые разные аспекты. Посмотрите на нее, на просто обычную девушку, которая взяла в руки автомат и готова защищать свою страну. В моем случае, наверное, ситуация не совсем типичная, потому что сама я родом из Западной Украины, и вся моя семья была вовлечена в освободительные движения за украинскую государственность на протяжении ее истории. И, в принципе, Львов, это мой родной город, это такое место, где в школах уже про текущую войну, в принципе, предупреждали и рассказывали. То есть, первое — это контекст, в котором я воспитывалась, и второе — это непосредственно мои личные взгляды, которые формировались в том числе благодаря родителям и уже в университете. Я занималась изучением политической философии, и в 2014 году, когда все произошло, в принципе, максимально инкорпорировалось в ту войну, которая происходила тогда. Соответственно, я максимально вовлечена в всякие волонтерские движения, я коммуницирую непосредственно с полком АЗОВ, с азовским движением. И конкретно к вот этой большой войне я, в отличие от многих других людей, была готова. То есть, тяжело, конечно, быть полностью психологически готовым к бомбардировкам столицы, но то, насколько это возможно, я была готова. Я живу в Киеве 10 лет, и решение покидать Киев, оно было невозможным в моем случае. То есть, когда уже стало понятно благодаря разведке западных стран, что большая война все-таки грядет, я сразу же для себя приняла решение, что я остаюсь и буду здесь полезна тем, чем могу быть полезна. И получилось взять оружие. Ну, тут скажу сразу, что в первый день я не понимала ситуации полностью. То есть, царил некий хаос. И я думала, что Киев находится в ситуации, когда русские все-таки могут войти сюда. И поэтому мы с друзьями поехали взять оружие, чтобы, ну, фактически отбиваться просто с автоматами в руках вот тех солдат российских, которые войдут в город. К счастью, этого не произошло. И неделю я пребывала в терробороне Киевской. Мы занимались защитой, ну, охраняли, по сути, определенную территорию. То есть, в каких-то серьезных сражениях, уличных боях я пока что не принимала участие. А сейчас, когда бомбардировки не так чисты, я занимаюсь, помогаю с иностранным легионам и занимаюсь сбором средств для помощи армии Мариуполя. Юлия, расскажите, пожалуйста, вот раз уж вы упомянули Азов, да, вообще представление об Азове, о полке Азов в России, причем не только у российской власти, как о таком формировании, где у многих ребят, значит, набиты свастики, где они периодически на флагах. Вот, то есть, в лучшем случае их называют националистами, худшими нацистами. Скажите, пожалуйста, как это устроено? Не знаю, причисляете ли вы себя к нацистам? И как по факту это все выглядит? В чем неправы, значит, те, кто имеют такое представление об этом полке? Просто я не знал, и поэтому это хороший момент, потому что я давно об этом хотел с кем-нибудь поговорить, чтобы иметь более хорошее представление. Вот, мне кажется, удачно я попал на вас. Ситуация какая? Полк Азов — это организация, в которую входят очень предельно максимально пассионарные люди. То есть, пассионарии тела, вот до мозга костей. Эти люди очень часто, они не обрамлены каким-то дискурсом. И действительно, бывают некоторые заигрывания сугубо эстетические, с определенными идеологиями. Что касается непосредственно каких-то, значит, там, групп нацистских, которые занимаются нацизмом, конечно же, такого нет. Потому что, если бы это было, то я думаю, что за 8 лет существования полка мы бы получили конкретные доказательства каких-то убийств, каких-то преступлений и так далее. Всего этого нет. То есть, единственное, чем может сейчас жонглировать российская пропаганда, это действительно какие-то татуировки, какие-то там свастики и так далее. Но что только себе люди как бы не набивают, это личное дело каждого человека. И я не вижу тут каких-то причин для динацификации, так называемой. Это обычные люди, люди, которые любят свою страну. Это один из самых вообще серьезных, самых подготовленных спецподразделений украинской армии. Ну, то есть, за рамки эстетики это не выходит? То есть, нет такого, что это там автономное формирование какое-то, которое действует как хочет? Нет, такого вообще нет. То есть, оно входит в состав украинской армии. Это абсолютно официальное подразделение, которое занимается войной, которое все эти 8 лет, их, например, вот я могу поделиться таким полуинсайдом, их не отправляли после 2016 года на передовую, потому что боялись, что они будут идти в атаку, что они будут заниматься наступлением. Потому что АЗОВ – это такие ребята, которые не сидят на позициях, которые воюют. Их боялись и русские, их боялись и представители так называемых ДНР и ЛНР. И все эти вот там, получается, 5-6 лет, в напряжении которых война находится в позиционной стадии, они сидели на базе и тренировались. То есть, этот полк, по сути, подчиняется Зеленскому? Да, конечно, глобально у нас все подчиняются Верховному главнокомандующему. Хорошо, расскажите теперь, пожалуйста, про территориальную оборону. Вот вы сказали, что вы к ним присоединились. Как вообще устроен этот процесс? То есть, вот там буквально выдали оружие, да? Это представляется как некоторые все-таки процедуры. Расскажите, пожалуйста, каков был этот путь? Процедура существует. Вы должны были взять свой паспорт, прийти на точку сбора той или иной территориальной обороны. То есть, их было очень много по Киеву в разных местах. Написать заявление, подписать контракт. В моем случае произошло немножко по-другому, потому что в мирное время я была, ну, в принципе, как бы и остаюсь до Юра помощницей народного депутата Верховной Рады. И поэтому я взяла оружие на руки через свое удостоверение, через этот статус. Расскажите вообще, как воспринимаете и вы лично, и в целом, граждане Украины, то, что сейчас происходит? Ту войну, которую начал Путин? Что это для вас? Почему мы видим, что места в территориальной обороне буквально недоступны? Ну, то есть, насколько я понимаю, не принимают и паровольцев, потому что их слишком много. Расскажите, пожалуйста, про то, как Украина воспринимает все происходящее. Да, они принимают не только туда, они принимают и непосредственно в армию, потому что у меня много знакомых во Львове, которые, ну, вот, во-первых, они сутки пытались попасть в военкомат, когда наконец-то попали, им сказали, мы вам позвоним. То есть у нас уже там, не знаю, есть вторая, третья линия обороны. Если говорить чисто о людях, о человеческом капитале. Что касается восприятия, ну, вот я в этом смысле, наверное, исключение. Я этой войны действительно ждала очень долго, потому что я знала, что вот существует некая сила преемственная, которая до сих пор сидит в Кремле, и для нее украинский фактор, он непреодолим, то есть его нужно устранить, чтобы вот, собственно, тот статус-кво, который транслируется Кремлем, чтобы он продолжался и дальше. То есть в этом смысле я была к этому готова. Что касается каких-то более широких масс, я думаю, что, безусловно, некоторое шоковое состояние, особенно если мы говорим о Харькове, потому что я хочу обратить внимание всех, кто слушает, что Харьков — это один из самых пророссийских городов в Украине. По крайней мере, в прошлом. Да, было им. То есть я думаю, вот для этих людей действительно некоторый срыв покровов, он безусловно произошел. Когда вас обстреливают градом, то любые умственные заключения, они происходят молниеносно. И то, что некоторые, к чему некоторые приходили годами, жители того же Харькова, они пришли к этим выводам в течение нескольких дней. Плюс я хочу сказать, что определенный корпус выводов был сделан еще в 2014-м, в том числе и жителями Восточной Украины, потому что тот же полк Азов, он преимущественно состоит из жителей Восточной Украины. И много добровольцев, они пошли воевать в 2014 году именно из Востока, из Юга. То есть, по сути, некое пробуждение и понимание ситуации, оно происходило вот на этих территориях. Ну и сейчас как бы пришло к своему логическому завершению это понимание в связи с той услугой, которую сделал для нас господин Путин. Да, к сожалению, с гигантскими жертвами. Подскажите, пожалуйста, вообще как воспринимается с точки зрения перспектив этой войны? В том смысле, что Россия все-таки больше НАТО не собирается принимать, судя по всему, Украину. Небо не закрывают, это даже с истребителями какая-то настолько большая заминка, что непонятно, передадут их или нет. Я думаю, что не будут передавать до конца. И я скажу больше. То есть, с точки зрения такой эмоциональной оценки, я понимаю, почему украинцы пишут НАТО, КЛОУЗА, СКАЙ и все остальное. Но с точки зрения такой исторической призмы, с точки зрения, скажем, вот такого экзистенциального порыва, я понимаю, что это наша война. И если мы хотим быть независимой территорией, если мы хотим вот этой настоящей метафизической свободы, то мы должны пройти эту войну сами. И в принципе все обстоятельства, которые нас окружают, они нас к этому подталкивают. Потому что вот этот козырь в рукаве о том, что Украине помогло НАТО или еще кто-нибудь, он всегда будет присутствовать. И всегда эта независимость, эта государственность, она будет рассматриваться как некий фейк в связи с тем, что вот вас освободили какие-то американцы, которые сюда прилетели на своих истребителях. Да, это ужасно. Да, это с точки зрения потерь будет, конечно, это будут намного большие потери, чем с помощью тех же сил НАТО. Но, во-первых, никто и не собирается помогать. Во-вторых, на мой взгляд, все должно происходить вот именно так. То есть мы сражаемся в этой войне сами, мы побеждаем в этой войне сами и тогда обретаем ту независимость, о которой мечтали мои родители и о которой думают сейчас я. Что касается каких-то перспектив, я... Тут тяжело говорить, потому что все-таки я нахожусь внутри своей страны и я уверена в нашей победе. То есть я не говорю о каких-то краткосрочных терминах, то есть это произойдет не через месяц, это произойдет даже не через год. Эта война может затянуться на долгие годы, но я верю в то, что мы победим в этой войне. И, в принципе, то, что мы сейчас наблюдаем, то, что армия российская продемонстрировала здесь, ну, это то, что мы можем преодолеть. И тут не помогут никакие... Никакое китайское вооружение, никакие сирийцы, африканцы, кого там еще они сюда позовут. Никто не поможет, потому что, ну, для меня это просто уже как бы такие попытки напугать, на самом деле. Это не те факторы, которые действительно могут повлиять на эту войну. А как вы видите конец войны? Для меня конец войны — это освобождение Донбасса от оккупанта и освобождение Крыма от оккупанта. То есть это возвращение всех территорий Украины. Ну, насколько вам это кажется возможным в данных условиях? Я считаю, что это возможно, если мы говорим про перспективу, например, пятилетнюю или десятилетнюю. А вам кажется, что все эти пять-десять лет будет идти вот прям бой столкновения на территории Украины, российской армии и украинской армии? Я думаю, возможно, совершенно разные сценарии. Возможно, сценарий, когда Россия закрепится, например, на каких-то восточных территориях. То есть ей удастся некоторые города захватить, хотя мы видим, что даже это не удается, кроме Ферсона ничего не удалось захватить. Но я допускаю, что на каком-то этапе войны это будет возможно. Возможно, будут какие-то вспышки, какая-то эскалация, затухание. А может все разрешиться в течение года. То есть тут очень тяжело делать эти прогнозы. Я просто могу сказать со своей стороны, со своей точки зрения, и с точки зрения, по крайней мере, теперешней позиции нашей власти, что наши условия, это, безусловно, весь Донбасс и Крым. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к президенту Зеленскому? И изменилось ли ваше отношение после начала войны? Моё отношение очень изменилось, честно сказать, наверное, как и многие другие. Я не видела в нём какой-то сильной перспективы. То есть были определённые моменты, которые мне очень нравились, потому что тот же Порошенко, которого я не любила намного больше, он, конечно, разочаровал. И что говоря, если мы говорим о Зеленском, я понимала, что, во-первых, на его плечи выпало намного больше каких-то моментов, в том числе коронавирус, несмотря на всю критику, которая на него обрушилась, несмотря на какие-то ошибочные решения, он всё равно выдерживал эти проблемы и, в принципе, плюс-минус решал их эффективно. Если говорить о теперешней ситуации, то, как и весь мир, я верю в нашего президента, я согласна с 99% его решений. Я считаю, что в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, всё сложилось идеально. Я рада, что именно этот человек является сейчас президентом Украины. Как война повлияла на вашу жизнь? То есть вы в Киеве находитесь, правильно? Да. То есть там были и обстрелы, и люди, соответственно, были в убежищах, и в метро. Вообще, как сейчас живёт Киев? Как это выглядит? Ну, последние три дня всё выглядит, как будто войны и нет, потому что перестали бомбить, перестали запускать ракеты с такой частотой, как это было в первую неделю. То есть перестали там попадать. Вот единственное, это последняя ночь была тревожная, потому что попали в четыре точки осколками. И в этом смысле днём, если вы прогуляетесь, то даже кажется, если вы там не увидите каких-то блокпостов, то даже кажется, что это просто мирный город, в котором почему-то очень мало людей. Людей мало. Выехало из четырёх миллионов, выехало два миллиона. То есть это заметно по количеству машин, заметно по количеству вообще каких-то перехожих, по зажжённому свету в квартирах. Насколько я знаю, в метро сейчас людей уже практически не осталось. То есть плюс-минус люди повыезжали, либо находятся сейчас в своих домах. На ваш взгляд, вообще, то, что происходит сейчас параллельно в России, что с одной стороны там есть государственная пропаганда, которая рисует вот эти вот свастики в виде буквы Z, есть люди, которые против этого, которые стараются выходить на улицу под репрессиями. Как у вас вообще, ну, даже дискуссия, вы, наверное, её знаете, насколько граждане России ответственны, неответственны. Как это воспринимаете лично вы, и как вам кажется, это воспринимают в целом в Украине? То есть как на это смотрят? Понятно, что это в любом случае несравнимая история, в том смысле, что Украину натурально бомбят, убивают людей, обстреливают. Но вот в этом прозрежье интересно, изменилось ли как-то отношение, в том числе и ваше, после начала этой войны в целом к России и к её гражданам? Я очень внимательно наблюдала за Хабаровском. Я внимательно наблюдала за ситуацией, которая происходила вокруг Алексея Навального. И честно признаться, почему-то я была уверена, что его отравление, его возвращение и посадка, оно вызовет более жёсткую реакцию, будут какие-то митинги, скажем, более агрессивные, а не просто, ну вот эти так называемые прогулки по городу. После посадки Навального я разочаровалась. И в принципе, когда началась война в Украине, я уже ничего не ожидала. Что касается моей теперешней позиции, мне не нравится, когда украинцы взывают к россиянам, потому что, мне кажется, это просто не принесёт никаких плодов. Россияне, русские, они должны бороться за себя. Они должны выходить за свою свободу, они должны свергать этот режим для себя, для своих детей, защищать себя в первую очередь. И тут лозунги могут звучать только так. Потому что при всей там эмпатии, я думаю, что то, что происходит на территории Украины, в лучшем случае как-то цепляет достаточно небольшой круг людей. Если мы говорим о каком-то там глубинном народе или каких-то тоже пассионарных группах России, то всё-таки они, наверное, смогут встать и там свергнуть режим только во имя всё-таки каких-то ценностей, связанных с им, с их непосредственной страной, государственностью и так далее. Последние несколько вопросов буквально уже с такого полуприкладного характера. Уже много дней говорят про потенциальную осаду Киева, которые готовятся, подгоняя технику. Есть предположения по поводу штурма, в том числе украинские официальные лица его ждали. Но он и был, по сути, в начале самой войны. Предпринимались попытки довольно нелепые каким-то образом взять Киев Росгвардии. Не очень понятно, в чём был план, но тем не менее мы это наблюдали. И готовитесь ли вы и лично, и, может быть, в составе тех организаций, в которых вы состоите, к потенциальному штурму и к потенциальной осаде? Или не считаете, что это действительно возможно? Нет, к штурму как раз-таки готовимся, постоянно его ждём. И, в принципе, я нахожусь в таком состоянии, когда ты постоянно ориентируешься на сопережнее. Вот там у Хайдеггера есть такой термин, как дозаин и здесь бытие. Вот оно сейчас происходит, в принципе, у нас всех, потому что ситуация может поменяться буквально через час. Тем более ситуация меняется через 24 часа. Штурм не только возможен, я уверена в том, что он будет. Более того, я себя лично готовлю к ковровым бомбардировкам. Я думаю, они будут, я думаю, они ничего не принесут, но это будет вот такой последний порыв президента Российской Федерации. Поэтому я лично готовлюсь к худшему. Если оно не произойдёт, это будет прекрасный сюрприз для нас всех. Спасибо вам большое. Было очень интересно поговорить. Может быть, есть какие-то вещи, которые вы бы хотели сказать, но я у вас не спросил. Нет, в принципе, я всё сказала. Единственное, что бы хотелось добавить, это то, что украинцы не считают себя жертвой в том смысле, что они готовы бороться за эту территорию, и они будут за неё бороться до конца, что бы ни происходило. И Путин очень сильно ошибся, попробовав напасть на Украину. Спасибо большое, что посмотрели. Напишите в комментариях, насколько этот формат вам интересен, потому что я бы ещё поговорил с разными людьми, поговорил о разных аспектах того, что мы обсуждали. И я просто хочу, чтобы люди поняли, что вот эта война, она действительно для Украины отечественная. И что это не история про демификацию, демилитаризацию, поиск ядерного, химического оружия, бактериологического, какого угодно ещё. Это действительно просто нападение на страну, которая никому не желала войны и ни с кем не желала воевать. И в итоге получилось вот это. В итоге Владимир Путин занимается тем, что обстреливает украинские города. С вами был Майкл Наки. До скорых встреч. Всего доброго. Пока.